АПЛОДИСМЕНТЫ Начнем с того, что можно посмотреть да изведать. Богата земля уральская мастерами-умельцами, продолжающими ремесленные традиции далеких предков. В подтверждение этому в фойе второго этажа Златоустовского музея на месяц поселились эксклюзивные изделия из дерева, капа и бересты ручной работы известных в городе мастеров семейной мастерской «Мастерская чудес». 5 апреля на торжественном открытии выставки Елена Верзакова и народные мастера-ремесленники Челябинской области Анна Николаева и Иван Верзаков поделились с первыми посетителями выставки особенностями своего творчества. Официальная часть мероприятия при этом перетекла в душевную, теплую беседу мастеров и присутствующих гостей, которые не скрывали своего интереса к их творческой деятельности. И это неудивительно. Разнообразие ассортимента изделий, фантазийные воплощения авторов в работах и технологические приемы, которые мастера используют при их изготовлении, вызывают чувство восхищения и уважения у очевидцев выставки. Выставка работает до 25 мая. В Москве можно посетить выставку-ярмарку «Жар-птица». «Жар-птица», ставшая доброй традицией, объединяет талантливых ремесленников России и стран СНГ и всех тех, кто ценит произведения народных промыслов. Ростовская финифт, дулевский фарфор, донской фаянс, якутские ювелирные изделия – это далеко не все, что будет представлено на ярмарке. В рамках выставки запланированы десятки детских мастер-классов, подведения итогов конкурса среди ремесленников, эко-биосалон и события деловой программы. Впервые будет представлен раздел «Ландшафтный дизайн». «Жар-птица» – возможность приобрести уникальные работы, пообщаться с увлеченными художниками и узнать массу интересного о традициях русских ремесел. Дополнительную информацию можно узнать на официальном сайте проекта. Продолжим артефактами земель славянских. Во Львове показали две древнейшие писанки периода Киевской Руси примерно XI-XIII века, хранящихся в фондах археологического музея Львовского университета имени Ивана Франко. Найдены они в послевоенные годы, в конце 40-х годов XX века, во Львовской области, на территории Древнего Плесниская, славянского городища IX-X веков. По словам Виталия Аляска, есть еще одна писанка этого периода, третья, но она хранится в Краковском музее. В Галичине, кроме Плесниская, такие писанки известны в Звенигороде на Львовщине. Это типичная киевская писанка. Они фактически однотипные, не только по орнаменту, но и по колористике – буро-зеленый цвет. Это была тяжелая технологическая работа. На отверстие в писанке насаждался стержень, и ремесленник от линии наклона вырисовывал орнамент. Писанки покрыты глазурью, то есть сначала делали из глины, затем покрывали глазурью. Древние писанки могут дребезжать. Внутри есть глиняный шарик. Некоторые ученые говорят, что это была еще и игрушка для детей. Писанки, по оценке специалистов, уникальные. Такие писанки находят не только на Киевщине, но и на Галичине. В Ростове при раскопках на улице Станиславского в одном из погребений археологи нашли медную монету первых веков. Находку можно считать уникальной, ведь у народов, населявших дон, не было традиции класть могилы монеты. Как считают ученые, это греческое влияние. У греков была такая традиция – класть погребения монету, так называемый обол. Это считалось платой Харону, перевозившему на лодке душу успокоившегося через подземную реку Стикс в загробное царство, рассказал руководитель археологической экспедиции Александр Нечипорук. На дону подобных погребений было обнаружено всего несколько штук. Монета датируется первой четвертью второго века и относится ко времени правления боспорского царя Саврамата I. Как установили специалисты, она была отчеканена в Пантикопее – это территория современной Керчи. Между миотскими племенами и боспором были широко развитые экономические связи. Но у миотов преобладал натуральный обмен, а монеты служили своего рода сувенирами или талисманами. Денежного обращения у донских миотов не было. Монета плохо сохранилась, и нанесенное на нее изображение трудно разобрать. Как правило, на них изображались символы власти. С одной стороны – круглый щит и копье, а с другой – скипетр. Не забудем о праздниках, вечерках и других полезных мероприятиях. 12 апреля в Санкт-Петербурге состоится выступление государственного академического хореографического ансамбля «Березка». Русское хореографическое чудо празднует свое 70-летие. Девичий хоровод на тему русской народной песни в опале «Березонька стояла» продолжает завораживать зрителей своим дивным, плывущим шагом, оживляющим березовую рощу в торжественно величавом параде. Березка недаром стала одним из главных символов России. А какие девушки, как на подбор, словно лебедушки, красивые, улыбчивые. Композиции «Березка», «Карусель», «Прялица» на осенней ярмарке, «Лебедушка», «Сибирская сюита», «Сударышка», «Как новеллы», «Глаз не оторвать». Место проведения – Санкт-Петербург, Лиговский проспект, дом 6. Музей деревянного зодчества «Щелоковский хутор» в Нижнем Новгороде 22 апреля приглашает на этноэкологический праздник птиц «Жаварата». В разгар весны на Щелоковском хуторе в лесу звенят птичьи голоса, вьются гнезда. В русских деревнях это время красивых и трогательных обрядов, посвященных прилету пернатых соседей. Славяне верили, что птицы – это посредники между землей и небом. А весной души предков вместе с птицами возвращаются на землю. На праздники гости музея-заповедника смогут принять участие в старинных обрядах закликания птиц, научатся делать джаваранков из теста, колотить скворечники, а также услышат современные и старинные песни о птицах, узнают много нового о пернатых, участвуя в викторинах, конкурсах и мастер-классах. В заключении поведаем о запланированных эфирах на следующую неделю. В понедельник, 9 апреля, в сетке вещания Народного славянского радио в 2, 8, 14 и 20 часов по Москве будет транслироваться запись программы «Дело-время, потехи-час». Автор-сказитель Алексей Орлов. Соавтор Михаил Ять. 10 апреля, вторник. «Тело света». Автор-сказитель Александр Жарков. 11 апреля, среда. Уроки родовой мудрости, варны и сословия. Автор-сказительница Марина Макарова. 12 апреля, четверг. «Язычество и крещение Руси». Автор-сказитель Дмитрий Белоусов. Каждую субботу в 2, 8, 14 и 20 часов в сетке вещания Народного славянского радио транслируются интересные передачи и ранее записанные программы на разные темы, полезные всему славянскому миру. В этот раз, 14 апреля, вы услышите запись передачи из цикла «Страницы родной поэзии» Николай Алексеевич Некрасов. Ведущий Виктор Маслов. В 19 часов по Москве состоится телемост «Россия-США. Наследие предков. Магия тела, души и духа». В телемосте примут участие Андрей Новиков, «Россия», Игорь Глоба, «Россия», Юрий Гомонов, «Россия», Анна Никифорова, «США». Ведущий телемоста Алексей Орлов. Аналитическая передача «Василь Васильевича. Давайте поговорим» выходит по воскресеньям в 2, 8, 14 и 20 часов по московскому времени. Объявление для тех, кто хочет поделиться своей новостью. Если вы считаете, что в вашем регионе произошло, происходит или будет происходить что-то важное для славянского мира, присылайте свои сообщения в редакцию радио. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова